Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 июля, и я зашла сюда, чтобы показать вам, как выглядит у меня теплица, где я высадила томаты давно, в апреле, для получения раннего урожая. Так как у меня компьютер был сломан, и я вам долго не показывала, ну, примерно 5-6 дней, наверное, у меня был он в ремонте. И за это время, как вы видите, ситуация сильно изменилась, потому что все крупноплодные сорта дружно начали спеть. Но не только крупноплодные, многие интересовались сортом штраух, который был белой ниточкой. Помните, я забыла на шкафу, который томаты, и многие думали, что они не выживут. Вот, пожалуйста, вот эти грозди, вот эти дружные кисти, это сорт штраух, который с того шкафа. Он идет, идет, идет. Единственное, что не понравилось мне, он сильно высокий, и он вот дошел до потолка, там уже обгорает, надо обрезать. И все, за это время, видите, все томаты, которые индетерминантные, вот и там, и там, они все уже уперлись в потолок, все. Можно их обрезать или делать прищипку. Но томаты все зеленые, листья, все здоровые. Я сегодня опять немного обрезала. Прямо меня радует, что цвет такой у них яркий, здоровый. Ой, сейчас пройдусь. Тут вот петруша тоже поспел. Поспел алтайский сюрприз. И вот здесь есть томат, на который обратили многие внимание, когда я снимала видео о том, что плохая завязываемость в жару. Люди, многие обратили внимание. Вот именно сегодня, пишет Марина Марина, с правой стороны куст усыпан связками плодов. Что это за сорт? Это вот сорт сибирский пудовик. Я вам отдельно сделаю видеообзор про него. Это очень хороший, такой классный урожайный сорт. Он действительно, если вы посмотрите, он действительно весь усыпан связками томатов. Видите, какой у него хороший урожай. Он не высокорослый, не индетерминантный, но он очень урожайный, начинается низко у него. Вот все это, видите, вот земля, вот уже томаты. Этим я люблю, я люблю вот такие томаты, которые начинаются буквально от земли. И ясно, что они поспеют намного раньше, они отдадут больше урожая. А рядом вот индент стоит. Видите, у него после 11-12 листа начинается, у них первые кисти, вот они, на уровне пояса моего. Не люблю, люблю вот такие. Про пудовика вам расскажу. Сейчас вот у нас стоит по-прежнему 30 градусов. И мне кажется, что вот из-за этой жары, я уже говорила, что не все плоды завязываются. Бывает, что кисть раз, подцвела, отцвела, а завязи нет. Но так как их все равно хватает, вот даже на тех, видите, русский богатырь уже мы весь съели, не с весь пустой. Дети у меня хорошо употребляют, но все равно все, конечно, не съедаем. Но мне кажется, что хватит мне тех завязей, которые уже есть. Я уже дополнительно ничего не буду обрабатывать, потому что все-таки у нас лето не бесконечное. Вот те, которые сейчас спеют, которые поспеют. Вот это нижний ярус, средний, верхний. Но если уж там под потолком, вот они, видите, туда забрались, тоже цветут. Если под потолком не вызреют, но ничего страшного не случится с ними. Это вот обычно у индетерминатных, там седьмые, восьмые, девятые кисти. Я их даже в расчет не беру. Мы возьмем первые 5-6, и нам достаточно. Все помаленьку спеют плоды. Вот много очень зеленой завязи. Но так как мы их употребляем же сразу, ну как поспеют, снимаем. И жаль, что нельзя показать во всей красе теплицу, потому что вот эти крупноплодные начали спеть, а эти вот русские колокола я уже почти все обснимала. И обснимала вот русский богатырь, который я показывала крупно, видите, голый. И поэтому общей картины никак не получается. Но все равно очень хорошо все у нас идет своим чередом. Жара, конечно, нам немножечко мешает, но ничего страшного. Про пудовик я сделаю специальный видеообзор. А пока вот это я просто показываю, какие томаты у меня поспели на этот период, на 17 июля. Но их можно даже не перечислять, потому что поспели почти все, ну как не все, а каждый сорт, нижние кисти созрели. Все, вот так выглядит моя теплица на 17 июля. Очень хорошие вот эти вот особенно, которые начали спеть. Любимый праздник, вот этот вот вечный зов, пудовик. Они так украсили хорошо теплицу. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Редактор субтитров А.Семкин